друзья здравствуйте сегодня среда и мы проводим еженедельный стрим по средам где мы разбираем непростые ситуации показываем пример как можно выстраивать поддерживающие общение с чего начать и в каком направлении двигаться и каким образом можно строить диалоги поддерживающим в проекте олимп сегодня у нас гостях не на не на здравствуй добрый вечер добрый вечер и мы сегодня с ними будем рассуждать как можно выстроить поддерживающие общение не на наш участник сообщества олимп я создатель проекта олимп занимаюсь его развитием итак друзья наш сегодняшний июньский день 17 июня хотел бы анонсировать что у нас за окном солнце сильное освещение и наступило лето вот такое жаркое по крайней мере санкт-петербурге поэтому всем желаю теплых дней итак приступим к первой ситуации ситуация называется быть или не быть у моих родителей есть бизнес ну как у нас нету особняков лошадей и прислуги живем лучше среди худших моими моим родителям не терпится расширить и умножить свое имущество поэтому они делают все для того чтобы это скорее сбылось из-за этого они отдали мою сестру замуж за нужного в кавычках парня скорее продали как пишет автор по-другому язык не поворачивается сейчас они активно ведут со мной борьбу потому что я против выходить замуж за парня которого они мне выберут разговаривала с ними как а стенку горохом решила искать поддержку у дедушки тот сказал что родители не хотят мне зла и все все окружение давит настаивают даже сестра да она действительно счастлива в браке муж ее уважает и она его любит и у меня уже возникает вопрос может они правы если найдется действительно неплохой парень то почему бы и нет или же стоит отстаивать себя до конца отношения любовь брак но я так понимаю что у автора ситуации такая ситуация что родители настаивают выходить замуж за того кого они предложат она метается между решением послушаться родителям выйти за того человека которого они предлагают или искать свою любовь не по совету родителей вот мне сразу видится тут несколько вариантов как можно развить поддерживающий диалог немножко расширить контекст этой ситуации вот но я предлагаю менее 1 предложить свой вариант поддерживающего диалога и как можно было бы поддержать автор что ты скажешь я бы сказал что я сочувствую сестре автора что у нее такая судьба что у нас сейчас 21 век уже на дворе и такое в принципе довольно редко встречается чтобы человек жертвовал собой ради каких-то материальных благ и и только по совету родителей выходил замуж это очень редко это очень страшно по моему и вот да я понял и как ты считаешь в каком направлении можно было бы по правилам олимпа разум я бы напомню у нас четыре разные контекста есть социально-личностный эмоциональный и биологический можно было бы расширить контекст наверное эмоциональный потому что я по-другому не могу отвечать то есть ты считаешь что можно было бы спросить чтобы куда ее чувства лежат да да именно какие как ну как она представляет какой какую как как она себе представляет отношения любовь но мне как кажется очень четко единственное я бы здесь вот подкорректировал нюанс сестру ну вот мы как читатель этой ситуации да между нами мы можем сказать что да действительно у сестры очень в такой непростой путь но с другой стороны вот автор пишет что она вроде как счастлива но мы мы нацелены на то чтобы поддержать мысль автора но самого автора и мысль автора ее продолжить поэтому поэтому я думаю можно было бы сформулировать поддерживающие слова как нибудь иначе вот но по поводу вот этого контекста в эмоциональном плане расширить я мне кажется вот вообще четкое направление сейчас я тогда наверное так и напишу вот единственное как выразить поддерживающие слова сейчас я подумаю родителям не терпится расширить контекст а ну все я понял то есть грубо говоря на автор давят родители и автор сопротивляется своими советами ну условно давит поэтому можно было бы поддержать ее в плане целостного существа которое отстаивает свои интересы свои границы я бы мне кажется можно было бы поддержать автора так мне кажется что аргументы аргументы родителей о же не б довольно убедительные и про те вот стоять таким советом довольно непросто вот то есть не ну смотри я встал на место автора ситуации да и представил себя находясь положение что родители настаивают выходить на того кого они предлагают это мне бы было очень волнительно потому что это вроде как моя жизнь и действительно мы живем в двадцать первом веке и и все люди самостоятельные и мы же не в феодализме живем и строим отношения не по материальному признаку а по своим собственным ценностям исходя из собственного целостного представления о мире а здесь а здесь такое такая такие сильные аргубительные аргументы еще связаны с тем что у родителей есть бизнес и это вроде как предполагает некое будущее обеспеченное но тем не менее находиться под таким натиском довольно непросто а и мне кажется что было бы классно развить ой в нужном контексте вопрос да я просто под модератором оказался так в эмоциональном контексте мне кажется что аргумент родителей ожимите довольно убедительный и противостоять таким советам там довольно непросто а как на ваш взгляд может может выглядеть любовь и отношения мне кажется если мы предложим автору развить эту ситуацию в эмоциональном действительно там контексте подумать о чувствах может может быть из этого и появится что-то так хорошо тогда придется мне тут немножко симпровизировать подготовленные ситуации пропали потому что не под тем пользователем зашел так автор был два часа назад ну давайте почитаем эту ситуацию итак друзья следующая ситуация ситуация называется нашла другого без детей с мужем вместе 4 года в браке в браке полгода надоело что он приходит с работы сразу в компьютер в сети с ребятами играет очень громко разговаривает и совсем не обращает на меня внимание я так устаю каждый день слышать это и видеть это у меня тоже работа я хочу отдыхать вечером но он обижается если я его прошу тише если я нервный конечно я нервный меня бесит это клацание мышкой часто думаю уйти от него познакомилась с мужчиной но это не о чем не говорит там просто дружба мне стало ясно что я хочу жить одна только вот нормально ли через полгода разводиться еще и все таки жалко устало вот такая вот ситуация мне кажется в современном мире который переходит в формат вирту удаленной работы и так далее это будет тип проблем нарастать и нарастать нин как ты считаешь как можно было бы поддержать авторы и построить с ним расширяющий поддерживающий диалог случайно разлить чашечку кофе на компьютер да шутка принято ну это не шутка вообще-то ну ладно ну а еще как кстати я вам очень сочувствую что вы вышли за игромана а потом ну советы давать нельзя же ну можно что-то спросить а он до брака он тоже все время сидел в компьютере почему вас это до брака не смущало а теперь вдруг стало смущать кстати интересный такой контекст по-женски чисто да я это может ее обидеть конечно а может и нет может она скажет что он до брака с ней не жил поэтому она не обращала внимание ну да не кстати вот мне очень понравилась тема о том что узнать а до брака как вы жили потом выяснится но я просто могу предположить что после того как произошла свадьба ну по-видимому у теперь уже супруги поменялось отношение к мужу и по-видимому она решила что он мог бы что-то сделать ну требования в общем я думаю так и можно было бы узнать какие еще требования то что он клацает мышкой и после этого три точки и написано развод устала слишком быстрое мне кажется решение можно было бы действительно выяснить что не так мне кажется что он клацает мышкой уже не первый раз и там вопрос не в клацании мышкой а каких-то именно их между собой отношения вот ну дело в том что очень много сейчас таких людей которые до сорока лет сидят клацают мышкой это ужасно на самом деле это наш современный мир теперь с этим надо как-то жить вообще есть гипотеза что в ближайшем будущем все будут делать бесполезную работу а да я тоже такое слышала что уже сейчас многие делают бесполезно просто им работодатели стесняются сказать об этом ну бесполезно в том смысле что она не приносит пользы а я думала что то компьютеры все могут делать а люди могут либо из дома работать либо вообще не работать типа что они лишние места занимают в данный момент очень многие такое не слышали может быть тоже такое мнение есть в сети например в магазине же есть аппарат уже в некоторых городах который сам обслуживает сам цену называет сам продукт как бы взвешивает зачем тогда кассир так ну мы вот все что да сейчас поговорили по поводу автора ситуации и вот это клацание мышкой конечно мы накидали вариантов но чтобы начать общение необходимо с чего-то начать ну мне кажется интересное место и было бы простое для того чтобы открыть общение с человеком ну спросить что-нибудь да в личностном контексте например во-первых да еще не ты сказала что по поводу того как можно какими словами можно поддержать автора ты сказала что можно было бы очень сказать сочувствую что ваш муж игроман ну ну это так нормальные слова поддерживающие но ну они как бы их можно немножко улучшить то есть вот смотри мы можем стать на место автор до ситуации вот она общается с мужем он ей не увлечен он по-видимому не обращает внимание что она нервная как вот можно было бы как-то вот это сказать жаль что он не обращает на вас внимание вот так вот не говорит что игроман там прямо но вот он она не использовала здесь слово не обращает внимание мы получается за и за нее скажем тоже не очень интересно такая не очень качественные слова слышите видеть у меня тоже работа я хочу отдыхать вечером но он обижается если его прошу меня бесит это классы но он обижается если я прошу потише если я нервную жаль что муж и заставляет вас нервничать не она же не пишет что это муж заставляет быть нервным она просто пишет если я нервная ну фактически муж продолжает кликать мышкой то есть игнорирует да мне кажется что если муж игнорирует просьбу перестать хорошее мы будем использовать ее слова клацать клацать не знаю есть такое слово ну конечно на мышку то это очень неприятно скажите а что изменилось после свадьбы вазьбы у вас в отношениях о отличный вопросик то есть мы сейчас то есть фокус автора у нас что он клацает мышкой и соответственно она говорит не делает он не обращает внимание но она по-видимому до этого с этим как-то мирилась а теперь нет то есть отношение к этому изменилось то есть по-видимому она у нее какая связка клацает мышка мне все надоело я хочу развода а фактически ну изменилось что-то в их отношениях после свадьбы и мы можем у нее фокус внимания перевести с клацанием мышкой на то что изменилось в отношениях давайте посмотрим что нибудь еще ой два дня назад автор был давно ну ладно давайте перейдем в тревогу я в тревоге видел несколько интересных ситуаций так вот итак друзья следующая ситуация называется боюсь чужого мнения года три назад я гулял со своими друзьями с других подъездов ну допустим ну и в общем просто наслаждался жизнью но потом я со всеми поссорился и засел дома и так уже три года ни с кем из них не общался задратил в компьютер и теперь я боюсь их встретить особенно когда я с родителями стыдно я не знаю почему прохожу и думаю наверное сейчас засмеют подлюки не знаю что делать ну мне кажется здесь очень легко Нин как ты считаешь мне нелегко потому что я не представляю что можно подростку ответить ну это может быть студент ну ничего себе такие проблемы детские вообще ну у нас только что тут был муж с такими же проблемами ну как-то заставить себя не бояться выходить в люди потому что сначала он побоялся с ними гулять поэтому боялся их увидеть в следующий раз он побоится нос высунуть сказать сочувствую вам что вы ушли в компьютерный мир ну надо иногда выбираться из него как-то ну то есть ты предлагаешь ну немножко дать совет как ему лучше жить ну нельзя же получается получается нужно что-то спросить а у вас есть какие-то еще увлечения по кроме компьютера ну 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 тогда я я вот что бы здесь сказал ну здесь смотри не мы можем встать на место автора этой ситуации вот он сидит три года там за компьютером поссорился с друзьями ну так произошло ну такой студент как там говорится студенту от сессии до сессии живется весело или как-то так ну и что получается засел еще непонятно он продолжает учиться или нет ну допустим ладно засмеют засмеют то есть я могу предположить что если засмеют значит они какого-то более высокого социального статуса можно спросить какой социальный статус у тех ребят все очень просто тогда опасение не ясное что засмеют приобретет артикулированную форму я думаю что не обязательно они другого статуса просто может он ушел в себя немного так засиделся дома ему просто уже трудно восстановить свои какие-то навыки общения вот это все конечно это все естественно ну и для того чтобы восстановить свои навыки общения необходимо вот хотя бы вот эту непростую социальную ситуацию его друзьями решить ее решить очень просто просто разобравшись в этой ситуации почему подлюки чем они занимаются мне кажется что не общаться с друзьями три года может быть очень непросто ну ладно как-то не очень хорошие поддерживающие слова вышли ну тут сложно мне как-то подобрать что-то подходящее можно со временем я что-нибудь найду а чем ваши друзья друзья занимаются на данный момент оп и все все очень просто давайте к следующей ситуации перейдем ну вот автор ситуации с тремором беспокоит тремор но это у нас психосоматика возможно если не заболевание но я бы не стал это демонстрировать все равно повторить за мной вряд ли сможете о ненужное прошлое отлично посочувствуем итак друзья следующая ситуация называется ненужное прошлое не знаю смеяться тут или плакать рассталась с бывшим еще два года назад если не больше он мной пользовался и видимо не любил а я этого не понимал но все же решилась и поставила точку в этом всем он мне и даром не нужен я вышла замуж и очень люблю своего мужа но мне почему-то снится этот бывший будто мы снова вместе или что-то наподобие а сегодня опять приснился сюжет таков что он ко мне полез а я его оттолкнула и сказала что он мне не нужен и люблю мужа своего вот скажите неужели где-то внутри мое прошлое или это просто сны надоели такие сны я даже о нем не вспоминаю никогда ну ладно не как ты думаешь вот ладно давай так я сейчас не буду тебя спрашивать как построить поддерживающий диалог потому что тут нужно понимать как происходят сны но с твоей точки зрения вот человека который читает эту ситуацию вот что бы ты сказала автор я бы подумала что она с ним в этих снах прощается например вот то есть у нее что-то осталось к нему но она через эти сны прорабатывает прорабатывает это все что осталось остаточное и таким образом она возвращается к настоящему своему ну ладно мне кажется тоже хорошая тема можно сказать что ну значит вы забывали ну какие-то части вы там со своим бывшим оставляйте точки нады и постепенно все что осталось от вас уходит можно так сказать но обычно то что снится в снах это у нас не отработанный дневной материал вот и то что она его оттолкнула и сказала что он мне не нужен значит было не законченное дневное такое действие что тут у нас пишут о сон это накопленный опыт это проблемы которые вы не решили подсознание решает во время вашего отдыха вот прямо мои слова возможно вы не смогли попрощаться с этими отношениями как хотели проведите дома убор это мои слова ну да думаю вы знаете что с этим иди сюда ну может быть но я бы прямо вот не прислушивался к тому кто именно в этом сне приснился важнее не не мистическую часть разбирать а процессную то есть происходит процесс какого-то отталкивания может его может не устраивает в нынешних ношениях чего то не хватает поэтому ей снятся бывшие всякие да 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 спросить что её устраивает и что не устраивает в браке может есть все-таки какой-то минус, который не мешает. Да, вот если бы была личная консультация, я бы так с ней поговорил, но все-таки я не буду писать, что вас не устраивает в текущем браке, потому что автор запрос был о том, что не знаю, что делать с этими мыслями. Ну пусть вот ее уже там собеседник успокоил, пусть так и будет, но вообще по-хорошему, да, может быть, есть что-то в текущих отношениях, чего-то, что-то может не нравится, что-то отталкивает, можно было бы эту штуку развить, раскрыть, но не будем. Так. Да, что-то вообще непонятно, уточнять надо. Ну ладно, я предлагаю рассмотреть последнюю ситуацию на сегодня, что-то сегодня как-то не идет. Итак, друзья, ситуация называется лайк. Ситуация не такая страшная, но все же я боюсь ставить лайки именно знакомым, одноклассникам, учителю. Естественно, они меня лайкают, у меня в это время все переворачивается при этом, застенчивость. Ну ладно, поддержим автора. Нин, как ты считаешь, что можно было бы, как можно было бы поддержать автора? Сочувствую, что вы так не уверены в себе, что вы такой застенчивый, что вам даже такая мелочь, как чей-то лайк, может причинить столько неприятным. Ну, это как-то высокомерно немножко. Да? Да. Ну, мне кажется, можно было бы написать простенько. Мне кажется, что порой поставить лайк значительному человеку в твоей жизни бывает непросто. А что произойдет, если вы поставите лайк? Оп! И все. Ну, автор написает, что он узнает, что я смотрел его страницу. И что, и что, и что, и что. Вот таким вот простым способом можно работать с такими волнениями. Каждое волнение можно перевести дальше в общение. Вот, нет, все-таки 34 минуты мы говорим, надо еще что-нибудь посмотреть в отношениях, давайте посмотрим. Ну, ладно, 18 лет. В принципе, контингент чисто авторов приложения. Итак, друзья, новая ситуация. Называется «Хочу и не хочу». Привет всем читателям данной ситуации. Мне 18 лет, и у меня давно не было отношений. Живу с дядей в трехкомнатном доме недавно. Недавно приехала девушка, наверное, из дальних родственников жены моего дяди. И у меня возникает сомнение, что я понравлюсь, или наоборот, она понравится мне. Я начну с ней общаться, как парень и девушка. А что, если потом нам будет интересно, и мы можем, и мы будем видеть друг друга, вспоминать, как глупо влюблялись и что-то подобное. Скажите, были ли у вас похожи ситуации, и что нужно делать? Чего-то я нифига не понял. Наверное, из дальних родственников жены моего дяди. Так, то есть это не родственник. Приедет девушка, не родственник. Но из дальних родственников жены. У меня возникает сомнение, что я понравлюсь. И она понравится мне, и я начну с ней общаться, как парень и девушка. А что, если потом нам будет неинтересно? Да, блин, ну и ситуация. Я ничего не понял. Нина, а ты поняла? Ну, как это можно отношения заводить с родственниками, хоть и дальними? Ну нет, я так понял, жена дяди, дяди, то есть жена, она жена дяди, она не родственница. Ну, то есть, жена дяди, жена дяди. Ну, это же тетя, получается, если жена дяди. Да. Ну, получается, родственница. Ну, как это может быть, что не родственница? Если подруга жены, тогда да, а так это получается все равно родственница. Или я что-то не понимаю тоже. Ай, ладно, надо удалить. Причем можно написать, да, или удалить, или что-нибудь простое ответить. Во, еще интереснее ситуация. Так, друзья, ситуация. Разница в возрасте. Ревную к ребенку. Проблема заключается в том, что я ревную мужчину к его дочери от бывшей жены. Вот, здесь вот обычно у меня становится ступор. К его дочери от бывшей жены. А, так, подожди, от дочери от бывшей жены, это, как это называется-то? Сходная дочь, что ли? Ну, ладно, в общем, есть муж. Нет, 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 от бывшей жены это родная дочь, только не ее дочь, а, ну, как, для нее она падчерица. А, о, точно, падчерица, падчерица, да-да-да, ребенку всего 10 лет. Я знаю, что это неправильно, я ни в коем случае не чувствую какой-то неприязни к девочке, милый ребенок, но в некоторые моменты мне становится обидно, я себя чувствую, неуместный какой-то, будто я лишняя и меня не должно быть вообще в его жизни. Вот, здесь колокольчики звенят. Возможно, потому что я сама без отца росла. Проблема усугубляет то, что мужчине 42, мне 19. Тем не менее, я серьезно к этим отношениям отношусь и дорожу ими. Мне кажется, что я для него тоже не просто какая-то удобная маленькая девочка. Я очень хочу на это надеяться, так или иначе. Я очень сильно к этому человеку привязан, своих эмоций. Я ему ни в коем случае не показываю, но хочу избавиться от этого чувства обиды и ненужности в такие моменты. Эта ревность проявляется во многих мелочах. Мелочах. Какие-то детские дурацкие причины без обиды находятся. Я себя контролирую, это не выходит за пределы моей головы. Но я бы хотел совсем избавиться от этих негативных мыслей и эмоций. Любовь, привязанность, ревность. Да, но тут целая куча всего напрашивается. Ну, мне кажется, здесь нужен разговор. Спасибо. 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 Ну, ладно. В голове мы держим, что у них есть разница в возрасте 23 года. Ей, в общем-то, 19. То есть она молода. И, в принципе, дочь мужчины тоже молода. Ну, точнее, она все-таки ребенок. Но она не пишет про то, что это связано с возрастом. Это мы просто можем держать в голове. Это мы просто можем держать в голове. А если мы говорим про ревность… Ну, тут, конечно… Ну, да, так в каких ситуациях она ревность испытывает? Мне кажется, это можно. Ну, да, спросите, например, что она такого вам делала? Приведите пример. Вот, тысячи мнений, тысячи мнений. О! Надо же, наш герой с дипломом уже этот вопрос и задал. Опишите подробнее, что для вас это ревность. Как проявляется это? Сердечко надо поставить. Опередили нас как раз. Все правильно. Вот мы как раз об этом подумали и нашли такой комментарий. Все похожи люди, получается. Ну, просто Ксения, она у нас психолог. Вот, поэтому задает качественные такие вопросы. Конечно. В чем заключается эта ревность? Потом может выясниться, что там вообще дело не в ревности, а в конфликте. А мнений-то сколько? Раз, два, три, четыре. О, набежали. Видимо, у всех были похожие ситуации когда-то в жизни. Ну, мне кажется, не то, что были у всех похожие ситуации. Ну, не у всех, а у многих. Ну, многие же расходятся, потом женятся второй раз или третий, и остаются дети. Вот, а как с этими детьми быть, тоже никто не знает. Ну да, но мне кажется, что здесь привлекло внимание людей разница в возрасте. О, да, наверное. Наверное. То, что это все из-за возраста. Но никто так конкретно про разницу в возрасте не пишет. Пишет только то, что вы там, наверное, чувства к мужчине такие испытываете. Ладно. Я предлагаю сегодня закончить наш стрим. Друзья... Эх, я пропустил комментарий. Анастасия Афанасьева написала в 19.20. Очевидно, что у него проблемы с самооценкой. Нет детских проблем. Все относительно индивидуально. Вот я не помню, к сожалению, к чему это относилось. Но поблагодарим Анастасию Афанасьеву за комментарий. Вот. Ну так, всем, друзья, спасибо за просмотр. Вот, Нин, до свидания тогда скажем зрителям. До свидания. До свидания. Подписывайтесь на канал. Мы выходим по средам в 19.00. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.